Мы в антикварном магазине, который случайно обнаружили по дороге из одного города к другой. К примеру, 200 евро вот такой диванчик. 250 вот такой шкафчик. 310 изначально стоил. Мы любим антикварную мебель. Она у нас есть. 310 изначально стоил. 310 изначально стоил. 310 изначально стоил. 310 изначально стоил. 1-800 изначально стоил. Такой вот шифоньер за 100 евро. Отрепью старое, местами, наверное, старинное зеркало. Зеркало мне интересное. Ой, пардон, себя уйдет. Здесь я не пройду, наверное. А вообще-то такая худенькая, пролезы в любую щель. Барахла много, конечно. Чего антиквариатом не назовешь. Те статуэтки понравились. Это бутылки. Вижу, что у меня пробки в головах. Тут шкаф явно интересный. Комод. 450 стоил, продают за 250 раз в продаже. Было бы куда ставить симпатичные лампы. Вот видите, вот такая рухля, 380 евро. Вот его бы я не взяла. Те статуэтки. Даже если это антикварная мебель, она должна быть украшением. А не... Я понимаю, что очень старая. Но толку-то нет этой старости. Если интерьер не украшает. Тут шкаф интересный. 2400 евро. Посуда 980. Так. Два кресла за 400. 600 евро в этот шкаф. Картина. Такой буфет за 320. 220. Такая горка на кухне. 200 шкаф. 180 зеркальных шкаф. 350 столика. Техилевая башня. Стекло сверху. Техилевая башня. Техилевая башня. Техилевая башня. Проезжали мимо на дороге, увидели магазин. Остановились. Техилевая башня. Техилевая башня. Техилевая башня. Вот этот тоже очень красивый, симпатичный. Вот эти две вещи понравились. Тоже вот китайская или японская мебель резная вся. Вообще-то и французы тоже такую мебель имели. Вот картина тоже нравится. Вот почему вот это. Триста евро. Полторы тысячи. Горка. Тысячина распродажа, то есть она дороже стоила. Мне кажется, неудобно сидеть. 1953 евро за пару. За вот этих два. Продолжение следует. Продолжение следует. 60 евро светильник. В смысле подсвечник светильник, говорю. Ой, балеринка.